здравствуйте вы на канале урал спецтранс и сегодня мы с алексеем расскажем сделаем небольшой обзор по подвескам которые мы устанавливаем на свои полуприцепы да здравствуйте ну вообще тему подвесок очень актуально на данный момент основными направлениями так скажем реализуемыми подвесками которые мы устанавливаем это обыкновенная рессорная подвеска на двух с двумя или тремя осями это пневматическая подвеска и одним еще из направлений является балансирная подвеска которая бывает с реактивными тягами и без а их можно где-то посмотреть да давайте вот подойдем сейчас первому полуприцепу который вот на этом полуприцепе установлена обыкновенная рессорная подвеска у нас идет балка оси в данном случае применены оси бпв вот балки оси закреплена рессора средней частью и концами она крепится к раме самого полуприцепа вот то есть ну это так скажем наиболее простая ну наверно наиболее дешевая на данный момент подвеска в каких она условиях вот они используются или это без разницы под клиента или кому под клиента кому что нравится у кого-то есть принципиальные свои понятия что подвеска должна быть только рессорная кто-то предпочитает только пневматическую подвеску рессорная подвеска она практически полностью вся железная все надежно везде металл все жестко никаких сложных конструктивных элементов нету вот ну пойдемте дальше на данном полуприцепе давайте посмотрим на данном полуприцепе мы видим пневматическую подвеску тоже это у нас трехосный полуприцеп то здесь система такая же одна жесткая рессора вот это вот в данном случае которая держит ось одним своим концом она крепится кронштейну закрепленном на раме полуприцепа имеет упругие амортизирующие элементы это воздушный баллон и также там стоит амортизатор мы являемся партнерами крупнейших мировых производителей осей подвесок всегда в кратчайшие сроки для нас поставляются необходимые комплектующие необходимые элементы запчасти кронштейны и все прочее оси также у нас есть в большом ассортименте в большом наличии на сегодняшний день у нас очень большой опыт по работе с такими крупнейшими мировыми лидерами как и пиви сав фува и ранее мы еще оставили на свои полуприцепы оси l1 есть несколько типов оси они конечно рассчитаны под определенную нагрузку то есть есть оси с допустимой максимальной нагрузкой на ось 8 тонн 12 тонн 16 тонн и так далее то есть мы на своей технике в основном применяем 12 тонны оси сейчас мы ведем очень большую работу по разработке пневматической подвески как известно то есть она намного дороже рессорной то есть порядка удорожания начинается там от 30 процентов но это приблизительно то есть сейчас мы ведем работу по разработке пневматической подвески надежной и в то же время схожей по цене с рессорной то есть чтобы так скажем уравнять их в ценовом диапазоне и предоставить уже выбор клиенту будем надеяться что все получится что то что мы придумаем то что мы сообразим пойдет так скажем в массы и вот в чем отличие допустим рессорной подвески и пневматической подвески рессорная подвеска она жесткая все оси они связаны посредством крепящих их элементов пневматическая подвеска каждая ось у нее свободно то есть она отдельно ходит отдельно играет отдельно амортизирует пневматическая подвеска бывает с передней подъемной оси то есть когда полуприцеп едет пустой он переднюю подъемную ось поднимает меньше силы качения меньше износ шин меньше радиус при развороте более легко поворачивается потому что когда полуприцеп нагружен в каких-то тяжелых условиях будь то там грязь слякоть глина плюс груз который находится в полуприцепе будь то это какая-то жидкость там бензин нефть на бортовом полуприцепе какие-то строительные грузы материалы при малом углу поворота при минимальном очень часто встречаются случаи разбортовывания колес за счет того что покрышка поворачивает вбок и и сдирает с диска на всех полуприцепах у нас устанавливает тормозная система с компонентами вапка для пневматической подвески есть большое преимущество мы устанавливаем систему вапка smart board которая позволяет отслеживать полностью контролировать всю ситуацию происходящую то есть там вплоть до скоростного режима диагностика самой подвески подъем опускания подвески то есть два вида подвесок рессорные пневматические два вида подвеска подвесок рессорные пневматической но допустим есть вот еще третий тип подвески не так давно мы снимали ролик про бортовой полуприцеп там как раз стояла балансирная подвеска с реактивными штангами то есть это третий тип подвески то он более мощный какой-то ли вот можно их сравнить вот с этими сравнивать их нельзя потому что все предназначено под свои условия да это это прицеп роспуск лесовозный то есть вот опять же мы видим вот балансир на нем закреплена рессора которая качается вперед-назад плюс рессора играет еще амортизирующую роль то есть но воспринимает какие-то ударные нагрузки от колеса вот то есть здесь именно вся нагрузка лежит на самом балансире в общем то и все да в общем то и все да спасибо вам алексей за небольшой обзор по подвескам и осям если у вас остались вопросы то пишите нам обязательно мы ответим всем пока